Если и есть на земле рай, то находится он здесь, в альпийском поселке, затерянном среди гор, имя которому Брэй Сюхая. Чем знаменит Брэй? Ну, во-первых, тем, что в нем находится родовой дом моего мужа, куда мы приезжаем каждое выходное лето. Ну, а если серьезно, то это один из многочисленных альпийских поселков, где сохранился дух, стиль и архитектура Средневековья. В Брэй проживает 2500 человек. Почти столько же туристов приезжают сюда летом, ну и столько же зимой в горнолыжный сезон. Находится Брэй по туристическому маршруту, и туристы его любят. Иногда Брэй романтично называют край оливковых деревьев за обилие этой вечно зеленой субтропической маслины. Находится Брэй в 60 километрах от Ниццы, в сторону горной Италии. Простирается в долине Хуая по названию речки. В самом центре поселка живописное озеро с уточками и лебедиными семьями. Озеро питает быстрая и холодная горная речка Хуая, по которой летом организовывается рафтинг-сплав. Размеренную и спокойную жизнь Брэя с полуденным боем колокола на центральной площади с пением цикад нарушает единственный большой праздник в году – 15 августа. Ну, раньше отмечавшийся как День урожая. В этот день весь поселок собирается на мессу в старинную церковь Нотр-Дам-то-Грас – храм Благодарения. После мессы в церковном саду под оливковыми деревьями устраивается большой пикник с угощениями, розовым вином и местным десертом. А вечером на городской танцевальной площадке играет инструментальная группа и пары кружатся в звуках вальса, танго, а для молодой публики рок-н-ролл и твист. Ближе к полуночи небо освещается салютом. Обожаю этот праздник. А еще, конечно, знаменитая стакада. Этот костюмированный праздник проводится один раз в четыре года. На один день весь город превращается в театральную сцену, а все жители, гости и туристы – в актеров. К этому спектаклю готовится шесть месяцев. Продумывается все до мелочей. Шьются костюмы, выучиваются тексты. Сюжет один и тот же. Мне кажется, он не менялся уже ни одну сотню лет. Смысл сюжета – целено высмеивание глупого и беспощадного феодального обычая права первой ночи. То есть молодая крепостная должна ступить в первую брачную ночь не на ложе к новоиспеченному мужу, а к своему хозяину-вассалу. По ходу пьесы молодой, наглый, богатый повеса, обесчевчивший чужую невесту, заслуженно получает наказание и навсегда изгоняется из поселка. Вот так добро побеждает зло.